МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречной. В студии Анны Литвиновой. Вот о чем вы узнаете в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выход на лед запрещен. Ледяная корка на Зареченских водоемах становится опасно тонкой. Запрещено ходить все-таки, находиться рядом даже, проверять на прочность, прыгать, бегать по нему и, в принципе, вблизи. Пак Трериха. История и современность. В маркетинговыставочном комплексе производственного объединения «Старт» открылась уникальная выставка. Это масштабный международный проект. Эта выставка обошла 17 стран мира. Непобедимая Русь. Зареченские самбисты завоевали золотые медали первенства Приволжского федерального округа. Ни одного технического действия они не пропустили и ни разу не были накажены судьями. Подробнее об этих и других событиях. Сотрудники Управления гражданской защиты предупреждают горожан о недопустимости выхода на лед зареченских водоемов. С приходом тепла ледяной покров прудов все больше истончается, становится рыхлым и пористым. В связи с этим всех зареченцев призывают помнить об опасности и не рисковать собственной жизнью. На зареченских городских прудах начал таять лед. Перемещение по пока еще замерзшим водоемам может быть опасно для жизни. Сотрудники Управления гражданской защиты Заречного провели замеры и обследование ледяной корки на зареченских прудах. При плюсовой температуре воздуха прочность льда быстро снижается. Толщина льда снизилась на 10 сантиметров по сравнению с предыдущей неделей. Это уже означает, что запрещено ходить, все-таки находиться рядом даже, проверять на прочность, прыгать, бегать по нему и в принципе вблизи. Немножко еще припорошен лед снегом, образуется водное скопление на льду, он начинает потихоньку становиться более рыхлым, поэтому вступать на тонкий лед категорически запрещается. У нас стоят и знаки, запрещающие выход, и стоят ограничители на водоемах. Сотрудники Управления гражданской защиты ежедневно патрулируют зареченские пруды. В дошкольных и образовательных учреждениях проходят занятия, на которых юным горожанам рассказывают об опасности нахождения на весеннем льду. Родителям также будет не лишним напомнить своим детям о правилах поведения. Хотелось бы обратиться ко всем родителям в первую очередь, чтобы они контролировали своих детей, которые идут через зону отдыха лесная, домой через зону отдыха солнечной, тоже школы 216-218 идут на 132-й квартал провести, чтобы они провели с ними беседу о недопустимости выхода детей на лед. Если же вы стали свидетелем несчастного случая, необходимо срочно обратиться за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу заречного. Позвонить и вызвать спасателей можно по телефону 05-112 с мобильного 60-80-05. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Заречного» отчиталась перед Главным управлением МЧС России по Пензенской области. В режиме видеоконференции участники комиссии рассказали об основных направлениях работы по защите территории населения города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Участники видеоконференции акцентировали внимание на подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, а также на проверке пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, торговых центров, спортивных и культурных учреждений. В «Заречном» началась проверка 23 таких объектов, причем на особом контроле организации эвакуации людей, состояние пожарной сигнализации, наличие и исправность устройств для тушения очагов изгорания. Были рассмотрены также и вопросы организации пожаротушения, в частности, деятельность добровольных пожарных дружин. В числе других вопросов собравшиеся обсудили и противопаводковые мероприятия, а также меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах, причем не только в связи с опасностью выхода на лед, но и в плане подготовки к предстоящему купальному сезону. Кроме того, было уделено внимание работе муниципальной системы оповещения, готовности защитных сооружений, подготовке населения по вопросам гражданской обороны. 4 апреля в пожарную охрану обратились обеспокоенные жители дома номер 4 по улице строителей. Они сообщили о задымлении в подъезде. Сотрудники МЧС выехали на вызов. На месте выяснилось, что в мусоросборочной камере загорелись отходы. Пожарные устранили причину беспокойства жителей. По нормативам, подобное происшествие не квалифицируется как пожар. Но сотрудники МЧС напоминают, обращаться к ним необходимо при любом подозрении на возгорание. В Заречном завершается сезон уличной торговли. Последняя ярмарка выходного дня будет организована 7 апреля. В этом году свою продукцию к нам в город привозили товаропроизводители из 19 районов Пензенской области. Торговые ряды располагались на новом месте, а гаража на ярмарку доставляли специально выделенные автобусы. Итоги сезона в материале Елены Степкиной. 26-я ярмарка выходного дня станет финальной в сезоне 2017-2018 года. 7 апреля торговые ряды в последний раз откроются в Заречном. Всех жителей приглашаем посетить ее. Будет, как всегда, продукция местных товаропроизводителей, сельхозпроизводителей, гостей наших с района. Ярмарка выходного дня в Заречном работала с 14 октября. Торговые ряды располагались на улице Озерской. Прежнее место на улице строителей не устраивало горожан. Близлежащие к месту проведения ярмарки дворы были перегружены личными автомобилями. Да и на время торговли приходилось менять маршруты движения общественного транспорта. При размещении местных товаропроизводителей и гостей города на улице Озерской такие вопросы уже не возникали. Удалось избежать вот этих проблем. Участок дороги, который был выбран под ярмарку, позволяет не перекрывать основное движение по улицам, не загромождать проход к социально значимым объектам, как это было на улице строителей. Вопрос с удаленностью места расположения ярмарки тоже был решен. Для горожан организовали новые автобусные маршруты. И общественный транспорт забирал зареченцев из любой точки города и доставлял до торговых рядов и обратно. Проезд в автобусах для пассажиров был бесплатным. Эти автобусы были востребованы нашими пассажирами. Особенно в ранние часы. Очень многие жители нашего города пользовались услугами нашего автобуса. У нас были заключены договора с продавцами на ярмарке на транспортное обслуживание. И мы, значит, каждую субботу с помощью специального онлайн-кассового аппарата, так скажем, в режиме реального времени заключали договора, ну, разве, с получением денег для того, чтобы, значит, так, купить вот эти маршруты. Ну, хочу сказать, что ноябрь-декабрь мы выходили, так скажем, на стопроцентную окупаемость маршрута. 7 апреля автобусы, следующие по ярмарочным маршрутам, вновь будут развозить горожан. Их график движения прежний. С 8 до 14 часов каждые 30 минут на ярмарку будут отправляться два автобуса. Один с 5-го КПП, другой из 132-го квартала. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские школьники во время каникул побывали в Элисте, где приняли участие в работе весеннего лагеря китайского языка и культуры Китая для обучающихся 10-11 классов образовательных организаций страны. Лагерь был организован в Институте Конфуция на базе Калмыцкого государственного университета. В Элисту прибыли 74 старшеклассника из 9 регионов России. Астраханской, Владимирской, Липецкой, Московской, Пензенской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. В течение недели ребята знакомились с калмыцкой культурой и китайским языком. Занятия вели педагоги кафедры иностранных языков, межкультурной коммуникации и регионоведения Калмыцкого государственного университета, а также преподаватели из Китая. Школьники изучали устную китайскую речь, искусство каллиграфии. Кроме того, старшеклассники познакомились с Калмыцким государственным университетом, его факультетами и социальными программами для студентов. Подробнее о путешествии зареченских школьников в Элисту нам расскажет Юлия Тарасова, которая сопровождала группу старшеклассников в поездке. Интервью с гостем смотрите после рекламы на канале «Заречный» и новостей атомной отрасли. А пока о других темах выпуска. Маркетинговыставочный комплекс производственного объединения «Старт» приглашает горожан на уникальную выставку. Она организована в рамках международного выставочного проекта «Пакт Рериха. История и современность». Экспозицию предоставил нашему городу Международный центр Рерихов. Организаторы выставки предлагают горожанам не только познакомиться с экспонатами, но и посетить тематические экскурсии для взрослых и детей, принять участие в презентации книги стихов к произведениям Николая и Святослава Рерихов. Подробности у Светланы Теплухиной. Расположившаяся на втором этаже маркетинга выставочного комплекса производственного объединения «Старт» выставка стала глубоко символичной. В двух шагах от представленной в музейном зале смертоносной продукции градообразующего предприятия экспозиция, говорящая о мире и культуре. Пакт Рериха «История и современность» – международный выставочный проект, познакомиться с которым теперь могут и зареченцы. Это масштабный международный проект. Эта выставка обошла 17 стран мира. Она была в Германии, во Франции, в Нидерландах, в Финляндии, в Соединенных Штатах Америки. Она была в Индии, она была в Австралии, то есть в Аргентине. Она объехала практически все континенты, побывала во всех уголках земного шара. Экспозицию принимали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, во Дворце мира в Гааге. В нашей стране выставка объехала 140 городов – от Урала до Крыма, от Сибири и Дальнего Востока до Центральных и Южных областей. Она показала, что на самом деле люди готовы к объединению. И культура есть как раз тот самый мост. Несмотря на наши политические разногласия, несмотря на какие-то политические амбиции, культура – это то, что объединяет, а не разъединяет людей. Пакт Рериха – разработанный Николаем Рерихом Международный договор об охране культурных ценностей человечества как в мирное, так и в военное время. Подписанный в 1935 году, этот документ и в 21 веке не утратил своей значимости. В то время, когда в Армасте разрушаются культурные ценности, что в Сирии, что в Ираке, в Афганистане. И то, что у нас есть такой пакт сохранения этих ценностей – это большая заслуга. Николай Константинович, понимая, насколько ужасной и смертоносной может быть война, и считал, что единственное, где эти войны могут закончиться, это на земле, которая будет жить по законам культуры. Мир через культуру провозглашал он. Уникальную экспозицию Заречному предоставил Международный центр Рерихов. Инициатива проведения выставки принадлежит культурно-просветительской организации «Рериховское общество города Заречного». Только все вместе мы можем, объединившись на идеях высокой культуры, помочь, как говорил преподобный Сергий, помочь земле русской. И только все вместе мы можем строить страну культуры, о которой мечтал Николай Константинович Рерих. Наверное, не зря сегодня на улице солнце, потому что здесь солнце. Свет такой яркий от этих работ и от всего того, что делаете вы, огромное вам спасибо. Познакомиться с экспозицией «Пакт Рериха. История и современность» в маркетинговыставочном комплексе производственного объединения «Старт» могут все зареченцы. Вход свободный. В рамках выставки планируется проведение тематических экскурсий, диалоговых площадок и круглых столов, презентаций книг. Заявки принимаются по телефону 65 16 93. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». И о спорте. Два зареченских самбиста вошли в состав сборной Приволжского федерального округа и выступят на престижном юношеском турнире «Победа» в Санкт-Петербурге. Путевку в северную столицу России наши спортсмены завоевали на окружном первенстве в Чебоксарах. О выступлении наших самбистов Ксения Тризна. Очередная тренировка у воспитанников школы «Самбо-Русь» началась необычно. Разминку провел победитель первенства Приволжского федерального округа Александр Канадчиков. Этот титул спортсмен завоевал на соревнованиях в Чебоксарах. Александр выступал в весовой категории 84 килограмма и провел пять поединков. Наиболее сложным для нашего спортсмена оказался бой с соперником из Нижнего Новгорода. Победу одержал я 6-0. Самый тяжелый поединок был. Терпел он болевую минуту. В финале вышел на меня, но не вышел бороться, поскольку травмировал ногу ему сильно. Ну и не смог он продолжить борьбу. В остальных схватках Александр тоже одержал победу. Пять боев на первенстве Приволжского федерального округа провел и другой представитель школы «Самбо-Русь» Илья Затылкин. Он выступал в весовой категории 78 килограммов. В финальном поединке Илье пришлось бороться с противником, который был выше и крупнее него. Спокойно с ним разобрался по баллам. 6-0 он его выиграл. Очень уверенно не пропустил ничего. То есть ни разу не наказали. Очень уверенно выиграл. Провел пять разных бросков. Илья Затылкин, как и его товарищ по команде Александр Канадчиков, тоже поднялся на высшую ступень кедестала. Всего в первенстве Приволжского федерального округа участвовали более 200 спортсменов из 14 регионов страны. Зареченцы достойно представили наш город на соревнованиях. Ни одного технического действия они не пропустили и ни разу не были наказаны судьями. То есть ни замечаний не проиграли, ни предупреждений, ничего. То есть очень достойно, очень надежно. Честно, очень порадовали ребята. Золотые медали соревнований стали для Александра Канадчикова и Ильи Затылкина пропуском в сборную Приволжского федерального округа. Кроме этого, спортсмены получили право выступить на международном юношеском турнире по самбо «Победа». Он состоится в Санкт-Петербурге в мае. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». После рекламы на канале «Заречный» и новостей атомной отрасли мы вернемся в студию и встретимся с гостем. Не переключайтесь. В торговом центре «Рябинушка» начала работу кондитерская студия «Шока-шоп». Уже в день открытия за вкусными и качественными сладостями выстроилась целая очередь. С изделиями, представленными в «Шока-шопе», многие зареченцы оказались знакомы. За конфетами, печеньями и другими лакомствами раньше приходилось ездить в Пензу. Теперь далеко ходить не придется. Очень рада, что такой большой магазин открылся и сладкого очень много. Цены очень приемлемые, ассортимент прям шикарный. Мне все любимые, мне конфеты здесь очень нравятся, всегда все свеженькие и продавцы очень внимательные. О своем ассортименте продавцы-консультанты отдела «Шока-шоп» действительно знают все. Они не только с удовольствием расскажут о той или иной сладости, но и дадут попробовать ее на вкус. Такая перспектива особенно приходится по душе маленьким зареченцам. Тут вообще много всяких сладостей, которые бы ты хотела попробовать? Ой, да. Особенно сосучки и киндер-сюрпризы. Все их хочется испробовать. Как думаешь, получится столько съесть? Нет, лопну. От многообразия кондитерских изделий действительно разбегаются глаза. В «Шока-шопе» можно найти как любимые с детства конфеты, так и новинки, недавно поступившие в продажу. Особое место на конфетных прилавках занимают мультизлаковые конфеты «Рэнди». Этот уникальный продукт, основанный на овсяных хлопьях, создан специально для ценителей оригинального вкуса и изысканного сочетания злаков, фруктов и первосортного шоколада. Кондитерская «Шока-шоп» имеет собственную пекарню, повара которой уже готовы порадовать зареченцев традиционными пасхальными угощениями. Пышные ароматные куличи, приготовленные исключительно из натуральных продуктов, достойно украсят ваш стол в праздничное воскресенье. «Шока-шоп» приглашает зареченцев за покупками ежедневно с 9 до 21 часа. Торговый центр «Рябинушка», улица Строителей, 11. Эти статьи стали революционными в области спектрометрии. Их не устают обсуждать в научных сообществах, а некоторые ученые-мужи Европы и Америки даже брать за основу собственных экспериментов. Сам же автор этих материалов, профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Александр Сысоев, не перестает удивляться обрушившемуся на его персону вниманию. В этом году меня пригласили на 17 международных конференций по спектрометрии. Ажиотаж вокруг Александра Алексеевича связан с прорывным результатом работы его команды. Группа преподавателей и студентов МИФИ, базового вуза госкорпорации «Росатом», разработала прибор для определения элементного состава вещества, который может работать без использования так называемых эталонов. На данный момент безэталонный анализ, он в принципе не применяется, некоторые его даже считают невозможным. Но мы достигли этого результата, создали базу для безэталонного анализа в результате того, что рассмотрели движение ионов на абсолютно всех этапах прохождения в приборе. Теоретические выводы специалистов МИФИ подтвердились благодаря математическому моделированию в специальных программах, а также в результате экспериментов на изготовленном прототипе прибора. Последний, к слову, обладает рядом экономических преимуществ перед широко используемыми в настоящее время спектрометрами. Он дешевле, во-первых, и не требовал расходных материалов. Это приводит к тому, что мы можем анализы сводить буквально до единиц минут, при этом получая более точный результат, чем с помощью других приборов. Эти конкурентные преимущества российского массоспектрометра открывают поистине безграничные перспективы его использования. На сегодняшний день данные приборы необходимы в медицине, геологоразведке, нефтехимии, криминалистике и, конечно же, атомной энергетике. Запуск в промышленное производство массоспектрометра разработки МИФИ поможет не просто удовлетворить спрос, но и стать еще одним успешным неядерным бизнесом Росатома. Пока держим цены. Спешите заказать окно. Количество ограничено. Компания «Ремстрой». Проект на 100 лет стартовал в Турции. Из жаркой печи Атамаша в жаркую Индию. Увидит невидимое новый спектрометр российских ученых. Смотрите в среду в 20.00. Превратите труд в удовольствие вместе с магазином «Наша дача». Огромный выбор семян и луковичных растений, укрывной материал и садовый инвентарь, средства защиты от болезней насекомых. Всегда в наличии голландский лук-сивок. А для любителей комнатных цветов – пластиковые и керамические горшки, специализированные грунты и удобрения. Приходите в магазин «Наша дача» по адресу Заречный, улица Комсомольская, 12-2. Телефон 256797. Действуют сезонные скидки и акции. Только до 15 апреля 2018 года в ЛАЛЭ «Антилоп» большая весенняя распродажа. Курты из натуральной кожи всего за 5900. Улица Московская, 100, второй этаж. Роскомнадзор предупреждает. Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Мы возвращаемся к выпуску новостей на канале «Заречный». И у нас в гостях Юлия Тарасова. Она сопровождала группу зареченских школьников, которые во время весенних каникул успели побывать в лагере в городе Элисте. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с кем вы туда поехали и чем, собственно, там занимались? В город Элиста, в Калмыцкий государственный университет, мы поехали в составе 20 человек команды. В эту команду входило 17 учащихся 10-х классов школы-лицея, один первоклассник из 25-й школы, и нас было два человека сопровождающих. Это я и еще была у нас Соломина Татьяна Вениаминовна. Это бабушка одного из 10-ти классников. Мы попали в Калмыцкий государственный университет для того, чтобы познакомиться с культурой Китая, для того, чтобы познакомиться с китайским языком, с китайской письменностью и для того, чтобы посетить все достопримечательности и листы, которые они нам с удовольствием показали. Ну, удалось у вас осуществить ваши такие масштабные планы за все время пребывания там? Нам не просто удалось осуществить все, что мы задумали, и даже, наверное, больше, потому что мы не ожидали того радушного приема, который нам был оказан, оказан и ректором, и оказан всеми студентами. И вообще, насколько тепло нас встречали, и насколько нам много сумели рассказать, конечно, этого мы не ожидали. У нас было 16 часов, где нас учили китайскому языку, причем мы приехали и знали определенные уже слова, знали определенные выражения. Нас провезли по всем достопримечательностям листы, как я уже сказала, остановились на каждой этой достопримечательности и провели с нами экскурсионные, ну, экскурсию с нами провели. Это тоже был такой сюрприз, презент от Калмыцкого государственного университета. Это был сюрприз, это был презент, и закрытие лагеря происходило в одном из ресторанов в Калмыкии, где детям показали калмыцкое национальное искусство. Там присутствовали и вокальные, и хореографические коллективы в Калмыкии, которые показали именно свою культуру. Ну, основной процесс это было именно обучение, какие-то мастер-классы, знакомство с университетом. Чему вы основную часть времени пребывания там посвятили? Первая половина дня была вся посвящена изучению культуры Китая и изучению китайскому языку. Вторая половина дня была поделена на две части. В первой части дети продолжали делать то, что они делали в первой половине дня. Во второй половине дня они знакомились с тем, что им предложили. В первый день мы посетили институт, где был проведен вокальный конкурс, и увидели, сколько разных студентов, сколько разных национальностей студентов обучаются в этом университете. На второй день нас провезли по самой Элисте, нам показали великолепный храм Будды, который один в России и один из самых больших в Европе. Нас отвезли в город Шахмат, где провезли великолепную экскурсию. Нам показали пагода, то есть нам показали все скульптурные, ну, большинство скульптурных композиций, которые находятся в этом городе. Само потому, что город сам по себе небольшой. И мы посетили день открытых дверей, где дети получили очень важную для себя информацию по самому этому институту, по количеству факультетов, по качеству обучения и по всему тому, что их интересовал, потому что вопросы были заданы, и на все эти вопросы сумели ответить те, кто выступали на данном мероприятии. Ну вот как разореченские школьники, старшеклассники, ученики 10-11 классов сейчас находятся на том этапе, когда им предстоит определиться с будущим вузом, учебным заведением. Вот расскажите, пожалуйста, немножко об этом, о Калмыцком государственном университете. Какие перспективы ждут ребят, которые решат продолжить обучение там? Значит, на данный момент Калмыцкий государственный университет объединяет в себе 10 факультетов, которые совершенно различны по своему назначению. Это от строительных профессий и заканчивая языковыми какими-то факультетами. На базе Калмыцкого государственного университета создан третий в России институт Конфуция. Первый в Москве, второй в Санкт-Петербурге, третий вот в Алисте. Значит, форма обучения там и очная, и заочная. Там на данный момент обучается более 8 тысяч студентов. Вуз достаточно перспективный, поэтому планка поступления тоже высока. И рассчитывать, что попасть, конечно, можно на бесплатное обучение, так невозможно. Но если ребенок учится и он целенаправленно работает, то, конечно, попасть туда вполне возможно и вполне реально. Значит, дело в том, что там очень университет очень хорошо сотрудничает с другими университетами Москвы, в том числе и обмениваясь работниками с вузами. Университет имеет шикарную базу по обмену студентами. Он работает с 43 странами. Соответственно, он имеет возможность отправлять своих студентов в эти 43 страны. Среди них Германия, Словакия, Корея, Китай, Болгария, Таиланд, Швейцария, Испания, Чехия, ну и так далее, соответственно. Можно продолжать. Ежегодно большое количество студентов выезжает на стажировку в эти страны. И при хорошем обучении образования, при получении хорошего образования, имеется также возможность трудоустройства в эти страны, где дети проходили свою стажировку. На это университет выделяет ежегодно более 1 миллиона рублей. И еще, значит, на базе, как я уже сказала, КМГУ создан Институт Конфуция. Его основная цель, естественно, осуществление образовательной, научной и культурной деятельности для того, чтобы иметь возможность сотрудничать именно с китайской стороной и узнать больше о китайской культуре. И очень положительным моментом оказалось для студентов и для наших детей, когда они разговаривали со студентами, то, что на базе КМГУ очень часто проходят российские мероприятия. Соответственно, дети получают возможность познакомиться с людьми совершенно различными. Они получают возможность не просто с ними познакомиться, а пообщаться. И это общение всегда идет, естественно, на пользу. А есть какие-то социальные льготы детям, проходящим обучение в Калмыкском государственном университете? Да, на материальную помощь и на социальные льготы выделяется ежегодно 13 миллионов рублей. Эта цифра достаточно большая. Все дети получают стипендию. Первоначальная стипендия – это 8 тысяч рублей ежемесячно. Если вы учитесь хорошо и проявляете себя в культурных и спортивных мероприятиях, то ваша стипендия может достигнуть даже 30 тысяч рублей. Юль, вот вы говорите, очень высокие требования к абитуриентам, к будущим студентам. А вот делились ли преподаватели, педагоги, которые с вами занимались во время весеннего лагеря, мнением об уровне образования именно зареченских детей? Нет, вы знаете, пока, конечно же, их никто не спрашивал, не было никаких естественных экзаменов. Но о зареченских детях остались очень прекрасные воспоминания, даже хотя бы потому, что когда сейчас, если мы посмотрим на ленту воспоминаний о Калмыкском государственном университете, там очень много фотографий именно зареченских детей, потому что наши дети очень активные. Наши дети мы брали не только количеством, но и качеством. Мы были самая большая группа, но мы брали еще и качеством, потому что наши дети очень внимательно слушали, очень хорошо отвечали, но, естественно, они участвовали во всех мероприятиях, которые проводились во время этого весеннего лагеря. Ну, я думаю, что даже если будут, а не обязательно будут среди наших зареченцев дети, которые поступят в Калмыкский государственный университет, вот эта высокая планка, она будет поддерживаться всегда. Юль, вам спасибо большое, что нашли время к нам прийти, так интересно рассказали. Я думаю, что у зареченских школьников будет еще много возможностей побывать в других городах и даже других странах. Очень надеемся. У меня на этом все. Хороших вам новостей и до встречи на канале Заречный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова